Беспорядки в Западном Бирюлёво Следствие бездарной политики властей Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции 14 октября Ведь вы помните, какие безобразия были на Манежной площади? После этого президент собирал закрытое заседание Совета Безопасности Я подробно выступал и говорил, что нынешний курс политики неизбежно приведет к обострению межнациональных отношений Разгромлена почти полностью промышленность На Северном Кавказе из 100 молодых людей работу имеют в лучшем случае 20-30 человек Центральная Россия почти от Пензы до Костромы вынуждена ехать на работу в Московский регион Уничтожена базовая промышленность в малых и средних городах В них проживает почти половину населения Российской Федерации Ликвидированы коллективные хозяйства в селе Сегодня фермер не в состоянии выжить А там, где выжил, он не в состоянии продать свою продукцию И в результате хвалятся о том, что у них низкая безработица А на самом деле безработица в стране в 2-3 раза выше Особенно в неблагополучных регионах Вместо того, чтобы пересмотреть эту финансово-экономическую политику Этот жуткий и страшный смертельный для страны либеральный курс Продолжают распродавать последнюю собственность Ликвидируя возможность молодого человека устроиться на работу За два года окончила вузы и техникумы 1,8 млн. молодых людей На одно рабочее место 16-17 заявлений Полтора миллиона вынуждены податься за кордон И работают в чужих лабораториях, обогащая другие страны Вместо того, чтобы трудиться у себя на родине Нужна мощная финансо-экономическая политика Позволяющая развивать свои базы и отрасли Я бы хотел попросить президента обратить внимание на нынешний бюджет У меня такое ощущение, что правительство работает само по себе А президентская администрация сама по себе Вы посмотрите, тот бюджет, который принесли в Думу Он только будет обострять межнациональные отношения Когда на месте нет работы Когда человек не может выжить И когда неорегулированные потоки миграции обрушились на московский регион Где почти 7 млн. вокруг Москвы и в Москве иностранцев Где половину не имеют работы И абсолютное большинство должной квалификации Такие отношения неизбежно порождают то, что вы вчера видели в Горелеве И никакая дубинка полицейского не может это исправить Мы внесли в проект закона Мельников, Рашкин, Кулачков Отрегулировать этот процесс хотя бы в Москве, в московском регионе И в других крупных городах Три месяца никто ничего не рассматривает Специально в докладе есть раздел «Опыт» Описан Белоруссией Таким образом решает рядом Братская Белоруссия Там предприятие получает необходимый лимит для привлечения иностранной рабочей силы Там предприятие пишет заявку, кто им нужен На какую профессию, под какую зарплату, какое жилье, какую медицинскую страховку Все определяется Там это предприятие, взяв на работу, отвечает за этого человека Там для того, чтобы он эффективно работал, учат национальным обычаям, традициям, культуре Мы три фильма выпустили из опыта Белоруссии на сей счет Развитие сельского хозяйства, машиностроения и патриотического интернационального воспитания Покажите ради Бога и посмотрите, как можно решать эти проблемы Они решаемы не с помощью силовых методов или только силовых методов Вместе с тем, если работодатель нарушит закон, он будет полностью отвечать за то, что он поразил проблему Закончился контракт, он отвечает за то, чтобы человек вернулся в родные места и поблагодарили его за хорошую работу И последнее В многонациональной стране без кадрового регулирования, в том числе и национального состава, нельзя решать ни одной проблемы Это касается языка, традиции, обычаи, культуры и многого остального Ничего похожего, в том числе и в Москве нет Кто заинтересован? Заинтересованы жулики, чиновники в этом Убирают, платят десятку, 10 тысяч, а закрывают наряд на 30, 20 делят, том числе и с участковым, который там рядом работает И в результате получается криминально-клановая клоака, в которой невозможно разобраться толком Сидим на вулкане Один вулкан, это пороховая бочка, все больше нефтебочка превращается в пороховую Не дай бог, вот американцы в четверг не примут решение и обвалят финансы Мы больше всех пострадаем от этого И вторая бочка национальная Министерства по национальным отношениям нет Комитета, который глубоко разбирался, нет Специалистов, которые бы исследовали, нет Рабочего места нет И думают спецоперациями решить эту задачу Чушь собачья, полная Поэтому придется этим заниматься серьезно Но власть на это не способна Просто не способна Я вот бюджет их открыл Там даже на проблемы, связанные с русским языком Все урезали и выкинули, что только можно и нельзя А национальные отношения, та спичка Поджить которую можно не остановить все СССР чего начали разрушать? Ферганская долина Крунг, который в Армении был 15 человек раздували пожар Наш горный Карабах, полная беспомощность и безволие Можно ввести и прописку Я вообще был против того, чтобы отказались от этой прописки Потому что когда они отрегулированы многие процессы То получается вообще полная в их канале На квартиру 20 метров прописывают или поселяют 100 человек Давно можно было прекратить это безобразие Нет тут проблемы Но еще раз, одними административными мерами эту проблему не решить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому